Доброго времени суток! Рада вас приветствовать на моём канале. Меня зовут Елена, кто не знает ещё, потому что много новых людей подписывается. Я этому рада, надеюсь, буду полезна, насколько это возможно, в силу своих способностей и физических возможностей. Меня просили посмотреть на Латвию. Потому что, ну, само собой, самое важное направление это Украина, но рядом с нами ещё много других государств. Ну, давайте посмотрим на одно из прибалтийских небольших государств Латвии, столице Рига. Я вот посмотрела, сколько численность населения столицы. Ну, это два по численности, два города, в котором я живу. До Москвы это вообще у нас несколько больших таких городов-миллионников, ну, где по миллиону, а есть где по два и так далее. Вот, то есть, маленькое государство. Не знаю, чем им не угодила Россия, чем им плохо было, когда был СССР. Ну, выбор они в своё время сделали. Теперь расхлёбывают они и расхлёбываем мы. Итак, Латвия. Я никого не хочу обидеть, но анекдоты есть, да, про медлительность эстонцев. Когда-то мы ездили, есть, ну, Иван-город на границе с Эстонией. И там мы заезжали на заправку. Перед нами стоял эстонец, заправлялся. Ой, мы вот... Нехорошо над людьми смеяться, но мы тогда с детьми не могли удержаться, потому что это выглядело реально очень смешно. Человек, значит, собрался заправляться. Он открыл багажник. Достал из багажника перчатки. Закрыл багажник. Пошёл, открутил вот этот вот, что бак, бензобак закрывает. Вставил туда пистолет. Это самое... Открыл багажник, убрал туда перчатки. Закрыл багажник. Пошёл оплачивать. Пришёл оттуда заплатить. Значит, а как же без перчаток-то нажать пистолет? Пошёл, открыл багажник. Достал перчатки. Значит, заправил машину. Это самое... Опять, в общем, это всё... И это так медленно было. Я... Ну, до конца не поняла. Говорили про медлительность эстонцев. Вот. Но я этого не понимала. Как... Ну, как это... Вот там мы реально это увидели. Ну, это про эстонцев. Но точно так же происходит событие. Всё вот развитие самой Латвии. И по картам. Да, развитие какое-то идёт. Какие-то деньги есть. Ну, то есть на то, чтобы... Ну, нищенство, да... Жить как-то более или менее. Государству деньги выделяются. И... Ну, вот этого развития... С самой стороны идёт настолько медленно, что его почти не видно. Как будто оно стоит на месте. Это я к тому, чтобы вот эту карту Рыцарь Пентакли можно было пояснить. И её медлительность. Вроде бы карта хорошая. Она настолько медленно. Ну, есть император, который управляет этой страной. И, к сожалению, скорее всего, это не президент Латвии. Это со стороны. Предлагают стране якобы много возможностей. То есть, вот, выбирайте то и то и то. Мы вам несём и так далее. Но, как говорится, глаз видит, а зуб не имёт. Потому что на самом деле всё, что предлагается, это в основном иллюзия. И они пытаются ухватить очень многое из того, что предлагается. Но в результате в руках вообще пусто. И опять же всё очень и очень медленно идёт. Опять вот эта вот умеренность. Карта-то говорит о медленном развитии. А при этом старое, то, что уже было создано когда-то, оно постепенно умирает. А заменить его нечем. И на данный момент для Латвии довольно-таки очень важное время. Вот из четырёх карт три вышло старше Харкана. Это говорит о том, что сделан очень серьёзный акцент. Нужно сейчас обратить на это время. Давайте посмотрим, как будут развиваться события. Ну, допустим, ну, до весны 23-го года в Латвии. Что будет происходить. Почему-то вот пришло мне именно весна. До марта месяца, как будут развиваться события в Латвии. Будут попытки выстроить какие-то новые планы и действия. И даже в чём-то будет в Латвии вестись. Вести, извините. Удачно что-то будет складываться. Но во всяком случае будут осуществляться какие-то, может быть, из этих планов. Причём планы эти, я могу сказать, что они агрессивные. Они не столько продуманы, сколько с очень большим намерением что-то сделать. Жезл – это всегда мощный энергетический заряд. А тут король. То есть это практически высшая сила напряжения. И ситуация, скорее всего, будет напряжённая. Но что-то из этих планов будет осуществляться. То есть вполне возможно, что будут поставки того же самого оружия на Латвию, о чём они там просят. Но дальнейшее вот это развитие всех событий будет непонятно, в каком направлении развиваться. То есть люди не будут понимать, а вообще для чего и что происходит, и для чего это происходит, и в каком направлении дальше двигаться государство. То есть государство из-за вот этих планов может попасть в очень такую, ну если уж не совсем тупиковую ситуацию, но ситуацию, из которой до конца не будет понятно, как двигаться. Придётся государству задействовать очень много сил для решения вопросов, которые будут возникать в это время. И будет очень напряжённая и очень тяжёлая ситуация. Причём придётся эту ситуацию именно из негатива выводить в положительное. Это всегда очень тяжело. И как они у нас тут будут дальше развиваться, события? По справедливости. То есть то, что они заслужат, они получат в Эстонии. А получат они полное разочарование. Переживание и разочарование для простых людей, во всяком случае. Как в Латвии относятся к России именно вот руководство, имею в виду, да? Аппарат управленческий. Ну, как думают, ну, в общем-то, ребята-то серьёзные. Надо бы как-то и с ними, может, договариваться. У них очень много ресурсов, ну, я имею в виду, Россия, да? Без которых Латвия может быть весьма и весьма непросто. Но вот другой вопрос, как это сделать? Потому что всё-таки амбициозные планы, что одни, что других, очень много и не позволяют решать вопрос. Будут пытаться договариваться. Скоро, скорее всего, будут искать варианты обхождения вот этих всяких санкций, чтобы получить для себя какие-то преференции. Чтобы наладить у себя жизнь, улучшить её. Но всё равно будет оставаться очень серьёзная конкурентная борьба. Будут пытаться доказать, что они такие самые крутые. На самом деле, я ещё раз говорю, это два моих города. Но крутость будут стараться показать всей России. Вот эта конкурентная борьба с Россией будет идти ещё прилично временно. Как Латвия относится к Украине, к самой Украине? Ждут. Ждут результата. Какой будет результат на Украине? И понимают, что, в общем-то, будут потери серьёзные какие-то, но надеются на то, что будут продвигаться события к лучшему. Что будут предприниматься какие-то действия. Вот. И будет для Украины серьёзная помощь со стороны. На это они рассчитывают. Потому что, если Украине дадут какую-то помощь, то, соответственно, что-то они с этого тоже поимеют. А на что они вообще рассчитывают в событиях самой спецоперации? Что они в этой мутной воде хотят поймать? Какую видят выгоду? Потому что я не поверю, что нет выгоды. Да. Они строят какие-то определённые планы для себя. Свои потихонечку. Да. И будут ждать просто удачного момента. Ну, они могут и с Украины что-то поиметь, и, соответственно, с Россией. Но до конца не понимают ещё результата. Нет, кто победит, что и как дальше будет складываться. Ждут, когда это всё закончится. Смотрите, ничего, и всё. Ничи, ничи. Чтобы до конца понять, кто победил, и, соответственно, к какой стороне приклеиться. Здесь, смотрите, как получается, что двойственные ситуации. Они ждут, кто победит. И тогда, соответственно, будет окончательно принято ими решение, к кому приклеиться. Либо к Европе, или всё-таки начать какие-то отношения с Россией восстанавливать. Потому что понимают, что могут быть ограничения, что с одной стороны, что с другой стороны. Но хочется-то хорошо жить, поэтому будут стараться налаживать какие-то новые отношения, в частности, с Россией. Что ждёт Латвия до конца этого года? Ну, агрессивное вот это поведение, потери. Ну, мы знаем, да, что газа нет, нефти нет и так далее. Дрова к концу могут подойти в любой момент. То есть вот здесь очень серьёзные будут ограничения, холодная зима и так далее. И только понимая, реально понимая всю ситуацию, можно будет из этого дальше уже действовать. То есть можно сказать так, что зима покажет, что ждёт Латвию впереди. И, соответственно, исходя из этого результата, они будут предпринимать дальнейшие действия. Все ждут. Вот такой расклад получился на Латвию. Я надеюсь, ответила на какие-то вопросы. Желаю всем мирного неба там головой. Не дай бог что-то разразится. Берегите себя, берегите своих близких. И до новых встреч.